Где можно увидеть вещи, за которыми в советское время выстраивались длинные очереди? И какой фильм следует посмотреть любителям острых ощущений? О самых интересных событиях предстоящих выходных расскажет Оксана Лужбина в рубрике «Афиша». Что это пролетело перед глазами? Да это же выходные! Чтобы в прямом смысле слова не проспать в субботу и воскресенье, составьте план мероприятий заранее. В субботу и воскресенье на втором этаже ТРЦ «Планета» будет работать выставка «Дефицит» и вы сможете погрузиться в эпоху советского времени. Экскурсовод работает с 12 до 4 часов дня. Ход свободный! Это выставка советских времен. Товары, которые раньше можно было по записи взять, в очередь большой, отмечаться, ходить. Вот это вот выставляется здесь. Телевизоры свободно, а тогда нельзя было. Пылесосы, фотоаппараты, не всей марки можно было взять. Прогуляться по Тбилиси, узнать историю виноделия можно, не выезжая из Красноярска, посетив выставку «Колоритная Грузия» в парке «Сады мечты». Более трех тысяч снимков различной тематики от известного грузинского фотографа Тамази Капанадзе. Посмотреть на Красноярск с другой стороны, узнать что-то новое о родном городе вы можете на экскурсии. Красноярская государственная библиотека проводит экскурсии в рамках проекта «Красноярск далекий и близкий» уже 4 года. Если в начале, с самого начала у нас было 3 экскурсии, то теперь их уже 12. В том числе автобусно-пешеходная и экскурсия, переведенная на английский язык. Запись предварительно у нас обязательно нужно позвонить, либо на электронную почту написать. Все, кто считает прогулки скучной затеей и желает пощекотать себе нервы, прямая дорога в кино на фильм ужасов «Слендермен». Четыре школьницы проводят ритуал, чтобы разоблачить городскую легенду о безликом монстре, похищающем людей. Одна из девочек исчезает, а другие погружаются в кошмар. Выбирайте правильный маршрут и проводите выходные интересно. Всего хорошего! Субтитры создавал DimaTorzok